Всем привет и кто меня не знает, я Ислу и это канал Фэнси Санты. И если ты включил это видео, то ты такой же любитель позалипать на то, как кто-то рисует. Ты по адресу. Я тоже решила испытать себя в рисовании в 10 разных стиле и в качестве персонажа я выбрала Ариану Гранде в своем зайчем стиле из клипа Dangerous Woman. И у меня есть для вас бонусное видео, 11 стиль, который ты найдешь в моем инстаграме Fancy Something. У вас уже есть догадки, какой это стиль? А также предлагайте в комментариях, кого нарисовать в следующем видео. Буду ждать. Ну что ж, давайте приступать, поехали. Давайте подготовим наше рабочее место. Розовый фон тут, любимый карандаш, естественно, в желтом цвете здесь. И я долго думала, на чем рисовать, и в своей стопке блокнотов не нашла ничего подходящего. И все дороги, конечно же, привели в Алиэкспресс. Мунтай меня убьет. Смотрите, что я нашла. Но прежде чем что-либо покупать, надо не забыть активировать кэшбэк от Мегабонус. Вы наверняка уже слышали, что такое кэшбэк и как им пользоваться. Так вот, кэшбэк-сервис от Мегабонус начисляет кэшбэк мгновенно. Сервис надежный, начисляет до 40% с каждой покупки. Сэкономленные деньги можно вывести множеством способов на ваш выбор. И как вы видите, у них максимально удобное расширение для браузера. Видите? Вот и все для таких забывчивых, как я. Пользоваться расширением легко и удобно. Стоит лишь один раз установить, зарегистрироваться и забыть обо всем. Окунуться с головой в шмоточный рай. Так, о чем я? Мегабонус показывает надежность продавца, позволяет отслеживать посылки. И у него есть очень приятная программа лояльности. Чем больше денег ты сэкономил, тем выше становится процент твоего кэшбэка. Проценты кэшбэка на Мегабонусе становятся максимально высокими и приятными. Чем больше покупаешь в будущем, тем больше становится кэшбэк. И специально для моих подписчиков Мегабонус сделал промокод, который дает плюс 31% кэшбэку. Начинай покупки с Мегабонус, ссылку на Мегабонус и на сам промокод ты найдешь в описании под видео. Спишите, количество активаций промокода ограничено. И первый стиль, с которого мы начнем, это мой стиль. Я бы не сказала, что у меня есть характерный собственный стиль, но я нарисую так, как я рисую обычно, как я люблю это делать. На самом деле сейчас я рисую достаточно редко, но я проучилась в художественной школе 7 лет. Поэтому изредка я сажусь за рисование, очень люблю это делать. И я привыкла рисовать что-то приближенное к реализму. Мне сложно придумывать персонажей, мультяшных героев. И в школе я всегда рисовала портреты подружек. А напишите вы в комментариях, в каком стиле привыкли рисовать вы. Либо напишите о своих вкусовых предпочтениях, какой стиль вам по душе. Я с радостью прочитаю ваши комментарии. Ну в общем-то и все. Я наметила карандашом. Можно приступать к цвету. И в этом видео я буду использовать акварельные краски. Надо уже наконец купить эти маркеры для скетчинга. Все никак руки не дойдут. Ариана Гранде смугленькая, поэтому добавляем немного бронзового загара. На самом деле я не дружу с акварелью, поэтому не судите меня строго. Я уверена, что здесь сейчас найдутся профессионалы. Кто будет подмечать мои ошибки, говорю вам сразу, я не профессионал и даже не претендую на это. Я просто показываю, как я привыкла рисовать. Вот и все. Прорисовываем волосы. В этом клипе у нее омбре, кончики осветленные. И на протяжении этого видео я то и дело забывала их осветлять. Но это уже спойлеры, смотрите видео дальше. Характерную маску с ушками, как из клипа, я решила обвести черным фломастером. Кстати, маркер от фирмы Touch. Он действительно очень классный. Обязательно задумаюсь о покупке целого набора. Одновременно с ним я миксую и линеры. Им я прорабатываю мелкие детали, брови, глаза, ресницы. И, кстати, кое-где я добавила цветного карандаша. И тем же линером я провожу всю обводку. Обожаю этот этап в рисовании, потому что именно после этого ты видишь всю картину целиком. Фиолетовым карандашом я расставила акценты. Обожаю это делать, так картина становится гораздо интереснее. Не забудьте про блики. Я их сделала с помощью акриловой краски. Вы уже можете заметить, какая солянка из материалов собрана в этом рисунке. А теперь приступаем ко второму персонажу. Я вам не буду говорить, в каком стиле я рисую. Вы должны будете угадывать в процессе. Ну и, конечно же, по завершении рисунка я обязательно скажу, что это за стиль. Угадали вы или нет? Напишите в комментариях, сколько стилей вы угадали в итоге. Для этого стиля характерны большие глаза и ресницы. Ну и, конечно же, широченная улыбка. Как только я дорисовала лицо, я приступила уже к характерным особенностям Арианы Гранде. Это ее шапочка с зайчими ушами, с прорезями для глаз и с пышным конским хвостом. Кстати, у всех героинь в этом стиле очень детально прорисованы локоны, которые развиваются на ветру. Ну и, конечно же, я дорисую чокер из кристаллов и маленькое черное платье. Не знаю, почему я нарисовала лямочку. Ну вот и все, приступаем к цвету. Тут я не забыла про амбре на волосах. В этот раз маску я решила попробовать закрасить акварелью. Намешать темный цвет, но что-то пошло не так и мне не понравилось. Все-таки нет ничего лучше черного маркера. Такого черного цвета мне не добиться с помощью акварели, поэтому черный маркер One Love. Так-то гораздо лучше. Беремся за линер, обводим все. И тут мы уже можем заметить, как картина преображается. Не забудьте про блики на глазах. И, кстати, на будущее вы можете еще раз ставить блики на маске. Ну а теперь давайте угадывать из следующего героя. Необычная форма головы, да? Дорисуем ушки и характерный конский хвост. Ну а дальше я экспериментировала с расположением рук. Для этого стиля характерны длинные тонкие руки. Я думаю, что вы уже должны были догадаться, какой это стиль. Кстати, в этом клипе у Арианы Гранде баска из латекса, по-моему. Очень крутой костюм, мне так нравится. Приступаем к цвету. Тут я, конечно же, забыла сделать омбре на волосах, поэтому я немножечко их подтерла. Обводим маску маркером. Делаем обводку с помощью фломастера. И тут так получилось, что перчатки сливаются с платьем. Поэтому я решила сделать обводку с помощью белой акриловой краски. Ну вот и все, готово. Угадайте, какой это был стиль. Ну а для следующего стиля характерен острый подбородок, огромные глаза. Ну тут я уже думала, вы догадались, какой это стиль. Маленький носик и полоска в виде рта. Ну очень умилительные мордашки у них. Как только я нарисовала характерный стиль, начинаю добавлять одежду Арианы Гранде. Намечаем гигантские прорези для глаз, потому что и глаза тоже гигантские. Миленькие зайчьи ушки. И пышные волосы. Да, в этом стиле тоже любят рисовать пышные волосы. Ну вот и все, закончили с наметкой. Теперь приступаем к цвету. Ну и здесь ничего необычного, кроме розовых щечек. Потому что для этого стиля характерно делать все супер милым. Таким прям ути-пути. Кстати, глаза у Арианы Гранде карие. Хотя, кстати, для этого стиля характерны голубые глаза, каких-то необычных цветов. Ярко-зеленые, салатовые. И они делают, как правило, большой акцент на большие глаза. Тщательно их прорабатывают, расставляют кучу бликов, чтобы глаза прям сверкали. Ну вот и все, готово. Вы узнали, какой это был стиль? Для следующего стиля тоже характерны простые сглаженные линии. Никаких острых краев. Все такое круглое. И я уже заметила ошибку в своем рисунке. Ушки должны были быть более круглыми. А они слишком острые для этого стиля. Я думаю, что вы уже догадались, какой это стиль. Ладно, не буду говорить, потому что я обещала говорить в конце какой-то стиль. Но как только я приступлю к цвету, я конкретно спалюсь. Закрашиваем всю кожу в желтый. Наконец-то я не забыла про омбре на волосах. Как только вся красочка подсохла, можно приступать к обводке. И, кстати, я просто обожаю этот мультик. И мне уже не терпится сказать. Конечно же, это стиль. Барабанная дробь. Это Симпсоны. Ну, конечно же. Я просто уверена, что 100% все угадали, что это за стиль. Арианна Гранда просто милашка в этом стиле. Для следующего стиля характерно все мрачные. Большие глаза, маленький нос в виде двух точек и очень обреченный взгляд. Честно говоря, эти рисунки меня пугают. Это один из самых знаменитых мультиков. И, честно говоря, я его даже не смотрела. Но я встречала куча картинок в этом стиле. Видела отрывки из этого мультика. И этот стиль сложно не узнать из-за своей мрачности и готичности. Поэтому для этого стиля эта маска с ушками просто идеально подходит. И Арианна Гранда здесь выглядит напуганной. Ну что ж, выполняем все в цвете. Делаем обводку с помощью маркера, линера. И я думаю, вы уже должны догадаться, в каком стиле я нарисовала. Это Тим Бёртом по мотивам из мультика «Труп невесты». Ну а следующий мультик я не смотрела. Но у него очень узнаваемый стиль. Большие круглые головы, гигантские круглые глаза. Поэтому повторить этот стиль было очень просто. Кстати, у них гигантская голова, но тело очень маленькое. Кто смотрел этот мультик, напишите в комментариях. В моем действии этого мультика не было. Либо я просто только сейчас о нем узнала. Но мне показался этот стиль очень милым, поэтому я его и повторила. Выполняем обводку, делаем сетчатые колготки. И вот и все. Ну что ж, какой это стиль? Конечно же, это супер крошки! Я думаю, что вы сразу догадаетесь, в каком стиле я рисую. Кстати, в детстве у меня была уже... Блин, сейчас будет спойлер. У меня уже была такая кукла. И для этого стиля характерны раскосые глаза с небольшим прищуром, с длинными ресницами и большими губами. И да, у них нет носа. Видимо, с такими большими глазами и с такими большими губами на нос места не хватило. Это стиль такой роковой красотки. Рисуем пышный хвост. Обязательно намечу амбре, чтобы в дальнейшем о нем не забыть. Выполняем в цвете. Тут, конечно, ничего необычного. Все так же. Особое внимание я уделила губам. Расставила тени, тем самым сделала визуально объем. И не забудьте про блики. Они все-таки оживляют картинку и придают еще большего объема. И тадам! Барабанная дробь. Это стиль братс. Я думаю, что этот стиль будет сложно узнать. Но именно с этими персонажами прошло мое детство. И в этом стиле есть нотки аниме. Или аниме. Я не знаю, как правильно говорить. Я привыкла говорить аниме. А как привыкли говорить вы? И для этого стиля характерны острые линии. Достаточно четкие. И начинаем выполнять в цвете. Сейчас будут чудеса монтажа. И все это быстро ускоряется. Как будто бы я флэш. И я, да, снова забыла про амбре. Но ничего, я снова спасла ситуацию. Когда потерла все водой. Начинаем обводку линером. И мне, ну, очень интересно, угадали ли вы этот стиль. Это стиль рисования из группы Гориллос. Я не знаю, есть ли здесь их фанаты. Отпишитесь в комментариях. Надеюсь, у меня получилось. Ну, а следующего героя я нарисовала, ну, очень быстро. Для этого стиля характерны простые, скругленные линии. И, кстати, у этого персонажа на волосах обычно нарисована попка. Да, да, в мультике действительно у нее такие волосы. Так как это характерная особенность стиля, я тоже нарисовала эту попку. Ну, я думаю, что вы уже догадались, в каком стиле я нарисовала. Я не знала, как нарисовать амбре в этом стиле, поэтому я просто разделила его вот такой волной. И, конечно же, приступаем к обводке. И уже можно понять, в каком стиле была нарисована Ариана Гранде. Очень необычно представлять ее в таком виде. И, конечно же, это стиль Gravity Falls. Я уверена, что вы догадались. А одиннадцатый стиль еще в моем инстаграм. Fancy Something я выложила коротенькое видео. И напишите в комментариях, хотите ли вы еще таких видео. И предлагайте следующих персонажей, стилей. И напишите, какой стиль в моем исполнении вам понравился больше всего. А вообще, это очень интересно рисовать мультяшек. Я прям получила удовольствие. Попробуйте и вы. Кликай сюда, чтобы посмотреть видео из рубрики, как это нарисовано. Мы рисовали просто офигенную картину. А в этом видео мы делали фотофоны для инсты. Подписывайся на мой канал Fancy Something. На мой второй канал Aislu Nurtava. Ну а я с вами прощаюсь. И мы увидимся с вами в следующем видео. Всех целую. Всем пока.